Всем привет, друзья мои. Давайте поиграем в новый хоррор. Смотрите, захожу, есть выбор языка и радует, что русский. Игра называется 1406. Что это означает, я не знаю. Ну, нажимаю и буду смотреть. Это хоррор в каком-то доме с головоломками, секретами и призраками. По крайней мере, так написано в описании игры. Кто ты? Кто-то стучится в дверь мою. И... А, походу, это идёт видеозаставка пока ещё. Ну ладно, давайте посмотрим, что же там за дверью. Свечка. О, блин, нафига я потушил свечку и теперь вообще ничего не видно. Зашибись. И здесь свечка погасла. Это чё так было задумано, куда идти? А, смотрите, какие-то белые полосы по воздуху пролетали. Я так понимаю, что это и есть задумка. О, свет включается-выключается. И в этой комнате какой-то как туманчик. Ладно, иду на ощупь. Должна ж где-то быть дверь. Вот, похоже, дверь. Да, кнопочка Е мне открыла её. И... О! А здесь светлое кто-то стучится. Кто ко мне пришёл? О! Это чё было? Так, левая кнопка мышки включает-выключает свечу. Ага, теперь у нас есть в руках свеча. Светит она, правда, не очень недалеко. О, опять, смотрите, что-то летит. Дверь закрытая. Свеча светит недалеко на дальнее расстояние, но вблизи, в принципе, всё нормально видно. Можно зажигать и гасить свечи, а также включать и выключать свет. О, как хорошо! Теперь в квартире стало намного светлее и приятнее. Ну, давайте побродим, поищем, что же здесь за загадки, за головоломки. И где спрятаны секреты. Как написано в описании под игрой, здесь несколько концовок. Попробуем одну из них пройти. Может, что-то получится и удастся. Шкаф открыл в шкафу. Нифига нет. Почему нет ничего в шкафу? А сейф? О! Сейф открыл. Там лежит какая-то книга. Нажимаю забрать, забирается дверца. Ха! Книга. А с книгой рядом лежит-то ключик. Как же его взять, а? Так, тут должна быть точная ювелирная работа. Ну-ка. О! Я взял ключ. Какой-то страшный звук произошел. Ну что, надо идти искать дверь, которая откроется этим ключом. Взять ничего нельзя. Хотя бы черпачок взял. Вдруг призрак нападет отбиться. Или для вида отмахнуться. Ну что, попробую открыть эту комнату. Да, она открылась. И вот здесь у нас ванная. Кто выключил свет и закрыл дверь? Нафига, спрашивается. Эх, как я не люблю эти моменты. Сейчас какой-нибудь подвох будет, что-нибудь вылетит. Так, туалетная бумага, коробки, унитаз. Ну и полки. На полках нет ничего. Зеркало. Нажмите, говорит, Е. А! А-ха-ха! А тут призраки души чьи-то вылетели. Да еще кто-то разговаривает со мной. Смотрите, какой-то демон. О! Крики. Дверь закрыта. Должно быть страшно. А мне не страшно совсем. И даже смешно почему-то. Но голос классный такой. Вау, страшный. Так. Ну что? Вот и маленький тупик. Как отсюда выйти теперь? Дверь закрыта. И ничего нельзя взять. Ха-ха! Что же делать? Как мне быть? Как мне пройти этот хоррор? Ума не приложу. О! Здесь можно еще прыгать. Значит, где-то может быть какой-то и секрет. Тут что? Пятна крови на стенах откуда не взялись? О! Смотрите, дверь как резко открылась. Полтергейст прям открыл. Камин. А что, камин нельзя зажечь, да? Зато свечку можно потушить. Бутылочки винца. Это что? У меня опять кто-то пытается здесь напугать. Но, друзья мои, нифига у вас не выйдет. Неиспугливых мы. Кучи хорроров прошли. Будем держаться. Не пугаться. Так. Мы заставим тебя покончить с собой и заберем твою душу. Да фиг вы угадали. Вы сейчас у меня сами покончите, блин. Еще. Заставлять. Так. Чья тут фотография? Бабушка с внуками или дедушка? Вот я немного тут и запутался. Теперь что делать? Куда идти? Записка винца есть, но взять нельзя. О! О, какой клоун. Вот это классно было. Классно, конечно. Я немного дернулся. Даже нежданчик маленький был. Так. Вот какой-то непонятный квест здесь. Где найти прохождение? Чего тут делать? Так. Записка. Сейчас загружается записка. Свой диктофон я уронил и сломал. Чертова лестница. Поэтому буду записывать отчет ручкой на бумаге. Я писатель Майкл Уиллисов. Специалист по паранормальным явлениям. Пытаюсь написать книгу о необычных явлениях и полтергейсте. Приехал я в этот старый дом с целью найти вдохновение и видеть паранормальное. Но первым призракам ничего обычно в этом доме нет. Как это нет? Если тут кругом какие-то призраки. О! Кто это идет? Какая-то заставочка. Смотрите. Кто-то идет в дверь к нам. И... О! Кто-то пришел. Ну, пойду посмотрю. Дверь закрылась. Типа, туда не надо идти. Там что-то страшное и ужасное. Нет, там неинтересно. Давайте откроем, кто здесь. А никого тут нет. О! Засранцы. Что это за пасть с зубами и с языками, а? Призрак. Блин. Вот это, конечно, да. Интересненько. Прикольно. Вот это мне тоже понравилось. О! Смотрите, какая красота летит. Ну, вот только непонятные загадки. Что же сделать? Куда пойти? Вот дверь закрыта. Так. Эту записку я уже читал. Опять фотографии. Камин. Давайте в ванну сходим. Опять посмотрим. Может... Что-то здесь запутано. И непонятно. Не видно, где что взять. Как сделать. Но в этом, наверное, и смысл игры. Что мы должны сами догадаться, как пройти игру и как спастись. Остаться в живых. Часы. Смотрите. Часы. Время остановилось. Показа 12 часов 8 минут. И 34 секунды не успел прочитать. Отошел. О! Телефон зазвонил. А где телефон? Вроде слышу. С левой стороны где-то телефон. Теперь с правой. А где он? Так. Ладно. Телефон пока звонит. Тут может еще осмотреться. Вдруг что-то я пропустил. Но ничего я не нахожу необычного. Вот он. Телефон. Алло. Кто здесь? Тебе не вырваться отсюда. У нас есть подарок для тебя. Обернись. Хе. Что там за спиной? Призрак что ли? Ну давайте посмотрим. Ничего. А. Вон. Там кто-то был. Ха. Призрак. Петлю повесили. Да фиг вы угадали. Сами на ней вешайтесь. Еще чего. Оборзели. Да. Блин. И опять вот непонятки. Куда идти? Вот что делать? Блин. Трубку. Алло. Никто не отвечает. Конечно. Нафиг кому мы нужны. Что за шум? О. Деревья как за окном колышутся. Ух ты. Смотрите. То туман в ванной, то нет. Какие-то жучки ползали. Ух ты. Мороз. Прикольно. Да. Музыка такая хорошая. Не то, чтобы сказать, конечно, игра страшная. Ничего здесь страшного нету. Но это как для меня. Но есть неплохие хоррор моменты. Довольно-таки эффектные даже можно сказать. Так. Друзья мои. Это отрезок мороза, идущий за мной. И что-то написано. Запах газа. Через две минуты тут все взлетит на воздух. Зашибись. Кто-то открыл газ. Треск мороза. Или это может газ распространяется. И что сделать в игре? Я пока не догадываюсь. Как попробовать отключить газ. Ух ты. Смотрите, какая красота. Это газ? А. Не получается перекрыть газ. Вот и зашибись. Смотрите. Все. Тупик. Я что-то не то сделал. Или так это задуманное? Газ-то идет, а открыть я его и закрыть не могу. Дверь не открывается. Да, и по-моему попал в полную задницу. Тупик. Смотрите, как газом все заполняет. То ли это газ, то ли это... Ну, скорее всего, я буду думать, что это газ распространяется. Хотя, если бы он так распространялся, я ходил бы со свечкой, чтобы давно взлетели на воздух, не дождавшись двух минут. Ой, друзья мои, чую, пахнет жареным. Газ перекрыть получается. И я даже не могу понять, как его перекрыть и где. Может, где-то есть вентиль, который я пропустил. Блин, а. Ну, дайте какую-нибудь подсказку где-нибудь, хотя бы что-нибудь намека, как отсюда выбраться, как спастись. Ё-ли-пуаля. Ни в окно не вылезти, ни газ не перекрыть. Ну, что ж такое. Вот ёлки-палки, а. Всё, облазил. Каждый уголок облазил. Друзья, кто-то что-то, если заметил, я пропустил, пишите в комментариях подсказку. Буду рад помощи. Ну, вообще, ноль. Так, записка. Ну, это записка читал. А-а-а-а! Вот и всё, друзья-бы. Я прошёл одну из концовок. Она была не из лучших. Я умер от взрыва газа. Да, неплохая задумка. Несколько концовок попробую, может, пройти ещё на одну концовку. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!